Сегодня выпуски с 20 апреля до 16 июня. В России назвали даты сдачи ЕГЭ. Зачем химии информатика? Ответ на этот вопрос прозвучал в стенах Казанского федерального университета. Не менее пяти листов знаний премия «Просветитель» объявила о запуске нового сезона и о начале приема книг на конкурс. В России в течение ближайших трех лет будет проведен аудит высшей школы. Это заявление сделал председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин. Цитата. «Мы должны очистить нашу высшую школу от псевдовузов, которые прямо нарушают права людей на качественное образование. При этом мы увеличим бюджетную поддержку сильным университетам и институтам». Конец цитаты. В российских школах назвали даты сдачи единого государственного экзамена в 2012 году. Досрочная сдача ЕГЭ начнется 20 апреля экзаменом по русскому языку. 23 апреля школьники смогут сдать иностранный язык, географию, химию и историю. 26 апреля будет экзамен по математике. 2 мая по информатике, биологии, обществознанию, литературе и физике. Если кто-то не успел выполнить работу или не смог прийти на экзамен по уважительной причине, то снова сдать ЕГЭ по любому предмету можно будет 4 мая. Основная же волна ЕГЭ начнется 28 мая с экзамена по информатике. 31 мая школьники будут сдавать экзамен по русскому языку. Завершатся испытания 16 июня сдачей географии. Перспективы развития нашей страны сквозь призму философских взглядов обсудили участники научных моисеевских чтений. Тему встречи в этом году озвучили как универсальный эволюционизм и цивилизационные разломы. Организаторами семинара выступили Международный независимый эколого-политологический университет, Российская государственная библиотека и Российское философское общество. Моисеевские чтения были задуманы и начались в 1996 году, когда Никита Николаевич был жив. И когда мы почувствовали, что нужно его идеи, его наработки популяризировать и развивать дальше с участием научной школы Москвы. Чтения посвящены 20-летию Международного независимого эколого-политологического университета и 95-летию со дня рождения первого президента вуза академика Никиты Моисеева. Он был одним из основателей Отечественной школы философии и экологии. В работе семинара приняли участие видные научные деятели и профессора ведущих вузов Москвы. Зачем химия и информатика? Ответ на этот вопрос прозвучал в стенах Казанского федерального университета. О новой научной дисциплине студентам рассказал профессор Страсбургского университета Александр Варник. Химоинформатика появилась следствия необходимости обработки огромного объема информации, полученного в ходе химических исследований. Она позволяет предсказать свойства химических соединений, даже если они еще не синтезированы. По словам гостя, Страсбургский университет совместно с другими вузами мира реализует магистрскую программу по химоинформатике. Студенты обучаются по одному семестру в Париже, Милане и Страсбурге. Казанский университет уже включен в список вузов-партнеров для реализации образовательной программы. Студенты Челябинской медицинской академии представят Россию на Генеральной ассамблее Международной ассоциации студентов медицинских вузов. Челябинская государственная медицинская академия является членом самой большой студенческой организации в мире – International Federation of Medical Students Associations. Она насчитывает более миллиона студентов. В 2012 году Генеральная ассамблея организации будет впервые проходить на африканском континенте в Гане. В ассамблее примут участие более 800 студентов и врачей. Премия «Просветитель» объявила о запуске нового сезона и о начале приема книг на конкурс. Цель проекта – привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы. Участвовать в конкурсе могут произведения объемом не менее пяти авторских листов. Также к рассмотрению принимаются рукописи на стадии макета вне зависимости от того, бумажное или электронное издание планируется выпустить. Произведение рассматривается только по заявкам издательств. В этом году жюри премии «Просветитель» возглавил генеральный директор Политехнического музея Борис Алтыков. Лауреаты конкурса получат денежные призы на продвижение победившей книги.